Приветствую вас! Причитал ваш вопрос и могу сказать вам, что ваши опасения, ваши переживания, ваши сомнения, ваши мысли по поводу данной ситуации мне, в принципе, понятно. Также вы в целом очень правильно понимаете то, как относится к вам мать вашего молодого человека, очень правильно вы понимаете, что она вас ревнует и, в общем-то, здесь вы, надо сказать, большая молодец, потому что далеко не каждая женщина может понять вот такие вещи. Значит, что вам я хочу сказать. Значит, мы с вами были молодым человеком вместе достаточно давно. Я бы сказал даже, что очень давно. Ну, вот, в принципе, вы пишете 5 лет. И за 5 лет, в принципе, вы уже, в общем-то, имеете полное право на большее, а не на своего рода гостевой доступ. Вот. Ну, вы договаривались о том, что буду учиться. Хорошо. Но он идет на магистратуру. Это, безусловно, его право, это его выбор, но вы-то на магистратуру не идете, если я правильно понял. А значит, вы могли бы совершенно спокойно к нему переехать и жить с ним. Потому что, ну, сложно вот так вот на расстоянии все время находиться. Это очень-очень-очень тяжело. Вы здесь все довольно-таки правильно понимаете, вы здесь все довольно-таки верно осмысливаете и так далее. То есть, я думаю, что просто молодым человеком вам нужно вот как-то немножечко, знаете, более ориентированно на себя поговорить. То есть, сказать ему, что, знаешь, я хочу вот быть с тобой. Я хочу вот как-то уже все-таки быть с тобой вместе. Да? И так далее. И посмотреть, собственно, на то, как молодой человек на это отреагирует. То есть, как он отнесет к тому, что вы, например, предложите ему пожить, вот как раз у него, например. Ну, если согласится он на это, значит, все хорошо. Если он на это согласится, значит он действительно хочет быть с вами, значит он действительно любит вас и у вас единые цели. Если будет мясо и отказывается, ну, подумайте сами, еще два с половиной года это довольно большой срок. Доходите ли вы, тратясь свое время, еще на него столько? А главное, не разочаровываясь ли вы. Потом. Когда все-таки будете вместе жить. Вот в чем вопрос. Поэтому здесь то, что, мне кажется, нужно решить в контексте вас. То есть, если вы хотите быть вместе, то об этом ему нужно заявить. Ну, сказать прямо, но с любовью, ласково, безапелляционно, но и настойчиво, чтобы он увидел, что вы не собираетесь ждать его бесконечно. Чтобы он увидел, что вы тоже думаете о себе. В данном случае это полезно сделать. Полезно подумать о себе в данном случае. Значит, соответственно, если он соглашается, чтобы вы жили у него, то в этой ситуации вам я рекомендую, опять же, сказать, что вот, если он хочет, чтобы вы были с ним, то ему нужно как-то вот ограничить свою маму в том, ну вот, как она взаимодействует с ним. То есть, чтобы вот, ее было меньше. Потому что, скажите вы, что его мама, она хорошая женщина, она вам нравится, но все же, вот когда она ведет себя так, то есть эстерит и прочее. Вам нужно донести молодому человеку, что вы в этот момент чувствуете себя именно так, как вы нам описали. То есть, лично. И посмотреть, как ваш мужчина будет на это реагировать. То есть, что он будет делать, будет ли он делать вообще, будет ли он защищать ваши интересы и так далее, и так далее. Если ваши интересы молодой человек защищать не будет перед своей мамой, у вас будет выбор. Либо вы принимаете такую вот ситуацию, что его мама присутствует в вашей жизни тогда, когда нужны ей и столько, сколько нужны ей. Либо вы, соответственно, уходите от своего молодого человека, говоря ему о том, что вам такая ситуация, ну, не приятна. Опять же, это ваше право, и это, ну, можно использовать как средство регуляции. То есть, вы используете данные, данные вот модели поведения, данные элементы поведения для того, чтобы показать мужчине, что не собираетесь смириться с тем, как он строит, как он выстраивает свое отношение со своей мамой. То есть, объективно, вот если и когда вас не было, он мог это делать, то сейчас, когда мы появились, соответственно, если он хочет жить с вами, то ему нужно угощать ваши личные границы и трепетно относиться к тому, если вы чувствуете, что они как-то вот нарушают. Если мужчина этого делать не будет, значит, вместе вам будет жить очень тяжело. Ну, и здесь уже можно говорить о том, что мужчина может, вот, поначалу просто не поверить вам, что вы серьезно это говорите. Мужчина может не придать этому отношению, но придется ему показать, что вы стырье говорите. Ну, и, соответственно, в дальнейшем можно действовать именно так. То есть, либо он с вами, но ограничивает свою маму, либо он без вас и, собственно, со своей мамой. Ну, вот, кого выбрать. Если мужчина не захочет, чтобы вы с ним жили, как бы вот, если он предложит вам ждать еще, то в таком случае уже вам исключительно решать, будете ли вы ждать или нет. Но в таком случае, пожалуйста, отдавайте себе отсчет в том, чего вы ждете и то ли вы получите на выходе. И ради чего вы ждете? Ради себя или ради молодого человека? Если вы ждете ради себя, чтобы получить что-то самой, ожидания лучше исключить. Потому что в этом случае у вас будет только разочарование. Вы будете ждать за ждать, вы будете невольно идеализировать, а на выходе получится, ну, скорее всего, не то, совершенно, чего вы хотели. То есть, все будет более блекло, более бредно, и из-за этого вы будете чувствовать неудовлетворенность, которая будет выражаться все раз сладким молодым человеком. Я не думаю, что вам это нужно, поэтому вот здесь нужно очень тонко все отрефлексировать. Если ждать, то ради кого? Ну, а если вы ждете ради него, то тогда это очень здорово. Если вы готовы ждать ради него, если вы честно готовы ждать ради него, то есть если вы не обманываете себя, ну, простите. Два с половиной года это не так много, значит, если вы прождали уже пять лет, то я думаю, два с половиной года прождете еще. То есть, здесь ситуация, ну, такова, что вот ради чего? Вот это вот основной вопрос. Другое дело, что один человек, он, знаете, вот, ну, кстати, по вашему сообщению, как-то вот не так заинтересован, что ли, в том, чтобы вы были с ним. Вот как мне показалось. То есть мне показалось, что у вас заинтересованности как-то больше. И если я прав в этой ситуации, то тогда ситуация ваша приобретает совсем уж нехороший оборот. И если вы выступаете в роли некого зависимого субъекта в отношениях, который, вообще-то говоря, готов поступиться своими желаниями, своими принципами, ну, ради того, чтобы быть своим мужчиной. Это вот тоже вам по возможности нужно все-таки исключить. Ничего хорошего в этом для вас нет. Надеюсь, что я ответил на ваши вопросы. Надо сказать, что существуют определенные мотивы, которые заставляют вас ждать, скажем, пять лет. Очень мне бы хотелось эти мотивы узнать, как я могу допустить, что учеба действительно вас, вот, сдерживала, но, простите, учиться на магистра можно все же и вместе. То есть, по моему мнению, сейчас вот некий такой переломный момент, когда вы решаетесь, будете ли вы вместе или все-таки вы пойдете каждой своей дорогой. Потому что за пять лет вы могли измениться, вы могли стать совершенно другими людьми, не такими, какими вы, например, были в момент знакомства и, скажем так, первые два года. Но, надеюсь, что зависит от того, насколько вы будете честны с собой, чтобы принять данный факт. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.